здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами садим молодые саженцы винограда он буквально пару слов о сроках посадки как правило как правило мы садили где-то в 15-20 числах мая но к сожалению этот год нас погода вообще никак не балует и даже сегодня утром вот 22 мая еще у нас был легкий заморозок у меня есть причина по которой мне надо было высадить саженец но вы не спешите даже если вы высадите в начале июня в десятых числах даже в середине июня ничего страшного абсолютно не произойдет лучше подождать то ждем чего нормальных ночных температур нормальных дневных температур и когда почва прогреется ну а как садить сам саженец я вам рассказываю и так у нас уже с вами была нормально подготовленная яма помним это подкормочный узел по яме по узлу есть отдельное видео сейчас мы выкапываем где-то на штык лопаты если надо проливаем водой если земля суха если земля влажная можно этого не делать берем наш саженец это саженец однолетний и пытаемся его аккуратненько извлечь из стаканчика может у вас пакетик здесь будет просто разрезать сейчас наша задача извлечь земляной ком таким образом чтобы были минимальное повреждение корней если например вы высаживаете саженец двухлетний в таком случае вы можете даже немножко подрезать корни но если они темные если уже корешки пустили беленькие обсасывающую корни этого делать не нужно потому что ну собственно вы уберете самую скажем так важную часть еще много раз вы спрашивали как садить относительно трубы садите так чтобы вам было потом удобно потому что здесь потом пойдет расти куст и соответственно если сам куст будет сидеть вот здесь а труба вот здесь то неудобно будет вам заливать то есть мы смотрим все чтобы нам было удобно приблизительно вот труба и в стороне от нее я сажу наш кустик разрезали аккуратненько максимально аккуратно извлекли глубина посадки на самом деле глубина посадки очень сильно зависит от региона в нашей средней полосе пятка корня то есть то место где у нас корни начинают расти это где-то 25 сантиметров от поверхности земли там где у нас проходит плодородный слой и еще важный момент нам надо постараться посадить так чтобы почка хотя бы 1 здесь у нас только одна верхняя может быть там снизу есть еще но чтобы почка была под землей хотя бы немножко потому что в первый год запасных почек может растение не заложить и при неблагоприятных условиях зимой либо если там осень была плохая растение не вызрела она может погибнуть нам надо чтобы был запасик значит я опускаю помним пяточка сантиметров 25 и почечка чтобы немножко была под землей значит я значит смотрите я в таком случае наклоняю мой саженец и почка вот это она должна быть сверху потому что в случае чего вот так обломаться сложно если она будет снизу и обломаться проще засыпаем значит смотрите тоже мой саженец у начал расти с верхней почки у вас может быть саженец который начал расти со средней почки с нижней и в таком случае вы закапываете его сначала до зеленого побега ждете чтоб он немножко подрос потому что видите саженец небольшой если там полметра было ничего страшного если небольшой значит мы немножечко ждем оставляем здесь лунку а потом просто досыпаем сейчас я вот до почечки поливаю водичкой поливаю порционно сейчас вода не очень впитывается поэтому я вот чуть-чуть полила подождала она впиталась и села еще раз полила и в общем-то посадка наша будет практически завершена я уже говорила вам о закалке молодых саженцев чтобы нам подстраховаться чтобы было наверняка при посадке мы на две недельки прикрываем молодой саженец с понбондом это защитит и от яркого солнца это защитит и от ветра и от каких-то сильных перепадов температур и в таком случае саженцу будет гораздо легче привыкнуть к новому месту поэтому закрываем прижимаем и через две недели открываем вот наш саженец высажен укрыт две недели мы ждем и потом раскрываем если саженец растет плохо если вы видите что он как-то ну не хочет расти можно такое укрытие подержать и немножечко подольше только мне плотность понбонд оставьте тоненький можно сделать и из пленочки легкий парничок особенно особенно если погода неблагоприятно если какие-то дожди ну такого прохладной ночи прохладные не то укрытие можно оставить чуть на подольше ну конечно не забывать что если будет сухо то молодые саженцы тоже надо будет и поливать но на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение задавайте вопросы под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и мои контакты до новых встреч пока